В отличие от 2023 года, когда изменения в налоговом законодательстве коснулись в основном подходов к налогобложению индивидуальных предпринимателей, физических лиц, как мы помним, в прошлом году для ИП отменилась упрощенная система налогообложения, существенно сократилась сфера применения единого налога, а для физических лиц ввелся такой совершенно новый для нашей страны налоговый режим налог на профдоход. То, конечно, в этом году изменения налогового законодательства в равной степени коснулись как организаций, так и индивидуальных предпринимателей и физических лиц. При внесении изменений в налоговый кодекс, в законопроект были заложены меры фискального характера. Это, например, такие меры, как индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях. То есть в 2024 году ставки налога, установленные в белорусских рублях, проиндексированы на уровне инфляции. То есть подросли? Да, ну незначительно, в среднем где-то на 7,5%. Далее в налоговом кодексе 2024 года заложены такие меры фискального характера, как точечное повышение прямых налогов в высокодоходных сферах деятельности. Опять-таки, это новшество коснулось как организации, ИП, так и физических лиц. Приведу пример. Допустим, для организации у нас установлена повышенная ставка налога на прибыль 25%. Если валовая прибыль с начала 2024 года организации превысит 25 миллионов рублей. Для ИП также установлена повышенная ставка подоходного налога в размере 30%, если доходы ИП в течение 2024 года превысит 500 тысяч рублей. Для физлица установлена повышенная налогообложение, ставка 25% подоходного налога, так называемый уже в народе налог на сверхдоходы. А вот кого действительно такая повышенная ставка коснется? Просто действительно интересно. Да, мы расскажем об этом подробно, конечно. Но для физических лиц коснется эта ставка тех физлиц, которые получат доходы в совокупности превышающие 200 тысяч рублей за 2024 год. 2024 год, но это касается не всех доходов, определенных видов доходов. Мы расскажем о них подробно. Но это вот такие меры повышения налогов. Также будут повышенные налоги на дорогостоящие имущества. Например, как уже, наверное, все наслышаны, это повышение транспортного налога в 10 раз. В отношении автомобилей, так называемой повышенной комфортности, люксовых автомобилей. Перечник будет определен с обмином. И также повышение налогов коснется и имущества физлиц, которые владеют коммерческой недвижимостью. Для них, в частности, тоже повышена будет ставка налога на недвижимость в 2-3 раза в зависимости от площади такой коммерческой недвижимости.